День воскресный, день чудесный. Новостроечка. Как много в этом слове. И давным-давно у нас не было уже сюжетов о счастливой или несчастливой жизни. Люди ждут заветные ключики от квартиры с января. А в мае выясняется, что в их квартире проживают люди. Рабочие люди с соседней стройки. Как вам такое начало? Да, замечательно. И прямо сейчас у нас такой выпуск про одну из новостроек в Москве. Где семья врачей расскажет, где они проживали, почему они переехали с той самой сладкой для многих и надежной, хорошей, перспективной вторички в новое жилье. Вы все неоднократно слышали о сомнительном качестве новых домов. Но строители с каждым новым домом словно пытаются нас удивлять. По идее должен быть шкаф. Как можно было делать? Так, это глубиной у меня шкаф должен быть 23 сантиметра, что ли? Что туда поместить? Чтобы он не перекрыл вытяжку. Да, получается недоработка, потому что у других ребят, там выше я смотрел, у них она располагается чуть-чуть дальше. То есть это не у всех? Не у всех. Кому как повезет. Тут даже с горшками, извините меня, кому как повезет. У кого-то вот пойдем в туалет, наверное, покажу сразу. Семья заезжает в новый дом, в квартиру с отделкой, где, что называется, вещи заноси и живи. Прям с угла текло, слышишь? Бери от ума называется. Посадили на саморезах, пожалуйста. В этом ролике будет много интересной и полезной информации. Будет вас чем удивить. Кому-то сейчас... Не знаю, кому-то там уже все снесли. Это чего, не знаю. Ведь, казалось бы, что можно рассказать еще нового интересного про новостройки? Поверьте мне, сюрпризов там хватает. Именно поэтому мы начинаем прямо сейчас приятного просмотра. Контрасты, контрасты и еще раз контрасты. Друзья, в этом выпуске вы их увидите. Вот, например, смотрите, мы идем рядом. Промышленная зона, колючая проволока. Это уже интересно. Но интереснее другое. Познакомиться с главным героем выпуска. Владимир, 35 лет, врач-терапевт. Здравствуйте всем. Самая интересная предыстория. Ты проживал в этом районе, в Сокольниках. Девятиэтажечка. И тебя соседи там просто-напросто выдолбили. Вот давай с этого и начнем. Жили мы в Сокольниках, вот, на Старослободском переулке, дом 4А. Ну, мы изначально там снимали жилье, как бы, у лучших. Потом в итоге родственников, которые стали крестными нашему ребенку. Вот. Мы проживали там, пока снимали там. А потом решили выкупить ее. На тот момент мы взяли ипотеку под 9,3% с ежемесячным платежом, где-то порядка 84 тысяч рублей. Кухня очень маленькая. В общем, 33 квадрата живой. Во. Вот. И, друзья, смотрите, хочу прям сразу акцент сделать. Ты, как отучился, стал врачом. То есть, учился ты на врача и работаешь. Ты врачом 35 лет. И на скорой помощи ты поработал. Да. Об этом, может быть, сегодня тоже чуть поговорим. И жена твоя тоже врач. Да. А жена какой врач? Жена врач, анестезиолог, рематолог. Вот. Ребята, без мам, без пап, все сами. Все сами. То есть, никакая мохнатая рука вам квартиру не покупала? Нет, нет, конечно, нет. И таких родственников нету, мохнатых. Здесь начинается интересное, потому что, общаясь сегодня с тобой, ты мне говоришь, Диман, а помнишь, я тебе писал? Я помню, что он мне, он, Владимир, нельзя про человека говорить в присутствии в третьем лице, писал год назад, что, Диман, что нам делать? Нас просто выживают соседи. Соседка выживает, да. Да, с учетом того, что у нас был маленький ребенок, соседка постоянно долбила в двери. Когда мы там начали ремонт делать, ей это очень сильно не нравится. Причем, что мы делали время в оговоренные часы, как положено по законодательству. Она, что, мы вынесли дверь и хотели грузчиков нанять, которые вынесли. Она эту дверь нам подперла, ну, входную дверь, чтобы мы не выходили. Вот. Всячески ночью, когда мы с ребенком ложились спать, она стучала, включала воду. В общем, всячески делала все возможное, чтобы мы нормально не отдыхали, не спали, ничего. Здесь сразу вопрос будет у людей. Ну, а вот прийти к ней и сказать, там, тетя Дима, что за фигня? Да, мы вызывали сотрудников полиции, писали множество заявлений. На заявление, типа, состава нет, мы ничего сделать не можем, и до свидания. Она взрослая была? Да, она взрослая, а потом выяснилось, через знакомых выяснились такие обстоятельства, что она состоит ПНД. Психоневрологический диспансер. Да, диспансер, да, по какому-то заболеванию конкретное, ну, то есть не разглашая конкретно. Поэтому мы поняли, что это бессмысленно на нее как-то давить, и мы не сможем ничего, как бы, сделать. Ну, и причем уже подходил такой момент, что мы окончательно поняли, что с учетом ребенка и с учетом всех реальностей надо все-таки расширяться. А ты когда там снимал, ты что, не выявил, что она там... Ты знаешь, мы когда снимали, все было нормально, мы ее не слышали, не видели, то есть было все нормально. Как только мы начали ремонт, шумные работы, видимо, или еще что-то, она сразу и проявилась. Активизировалась, как герпес, знаешь, чуть ветерок подул, и герпес вылез на губе. А вот здесь я хочу сделать увлекательную зарисовочку с историей. Ведь глядя на все эти современные дома, новостройки, у многих возникнет вопрос. Как в них можно жить? Ведь, мама дорогая, это каменные джунгли, это самое настоящее современное гетто, не так ли? Но давайте окунемся в историю. Ведь когда-то в Москве и других крупных городах дома двух, трех, ну четырех этажей не превышали. Как мы с вами пришли вот к таким постройкам? Кратенько и по существу. Появлению всех вот этих новостроек, высотных новостроек, начало было положено еще до революции. И вот услышите, ключевой-то момент. Активное развитие промышленности способствовало привлечению большого числа людей из деревень. Новая рабочая сила дала мощный толчок заводам и фабрикам. Вот только сами города оказались не готовы к резкому увеличению населения. И ровно тогда начали появляться вот эти общие квартиры, более известные как коммуналки. Можно поднять фотографии, на которых какая-то атмосфера, душа, уют. А можно показать и другие фотографии, где мама дорогая. Да это же ужас какой-то. Ведь в одной общей квартире могли жить как люди чистоплотные, интеллигентные. И рядом с ними, мягко говоря, невежи, хрюшки, свинюшки. И все это мешалось между собой. И люди жили, жили, жили. А потом начали строить пятиэтажные дома. Когда каждому человеку начали выдавать квартиру, своя собственную. Вот вы просто представьте себе. Ты живешь в комнате, у тебя большая комната в коммуналке. Но у тебя общий коридор, у тебя общий туалет, ванна. А тут тебе дают однокомнатную квартиру, но она полностью твоя. Задачи, которые ставили при строительстве хрущевок. Строить быстро, строить без каких-либо изысков по фасаду. Зачем тратить деньги на ненужное, когда основная и ключевая задача. Построить как можно больше домов, чтобы как можно больше людей обеспечить жильем. А параллельно со всем этим плотность населения растет. Люди прибывают и прибывают, прибывают и прибывают. Потом начали строить дома выше, выше, выше. И длинную историю сделать короткой. Вот к чему мы приходим на сегодняшний день. Кстати, я думаю вы все слышали новость, что Министерство финансов России предложил пятиступенчатую прогрессию по НДФЛ с постепенным увеличением ставки. Помимо этого был предложен еще ряд поправок, которые затрагивают работу множества компаний в России. И вот отсюда возникает вопрос к руководителям компаний и собственникам бизнеса. Как не потеряться в этом информационном поле. И не тратить свое время в попытках оптимизировать налоговую нагрузку. И вот именно поэтому я вам настоятельно рекомендую обращаться к профессионалам из команды Мака. Команда первого в России бухгалтерского конвейера Мака очень внимательно следит за изменениями налогового законодательства. И всегда использует новые возможности в целях сокращения расходов своих клиентов. Без больничных, отпусков, декретов. На вас работает целый штат узкоквалифицированных специалистов. Как конвейер на беспрерывном производстве. Мака поможет вам до 80% сократить расходы на содержание бухгалтерского штата. Заменит с собой всю бухгалтерию или возьмет на себя определенный участок работ. Например, кадровое дело производства и расчет заработной платы. Освободит вас от поиска и найма профессиональных кадров. Что позволит вам сосредоточиться на основных бизнес-процессах. И я хочу напомнить, что Мака с момента основания ни разу не повышали цены на свои услуги. И в начале этого года было принято решение 2024 год также оставить без повышений. Ребята, всего за 2000 рублей в месяц вы получаете бухгалтерию уровня больших корпораций. И на вас будет работать не один универсал, а 6 специализированных департаментов. Готовых взять на себя все вопросы, связанные с бухгалтерским и налоговым учетом. Хочется спросить, ну что же вы еще ждете? Подключайтесь к Мака прямо сейчас по ссылочке в описании. Теперь первый месяц обслуживания абсолютно бесплатно. Таким образом, у нас первая подводочка. Выселяют людей, соседи, у которых пси-ля-ля внутри головы. Это точно. И все, и надо переезжать. Встает вопрос, что делать? Вот давай, вы садитесь с женой за стол. У вас есть квартира, которая в ипотеке банка. По какой цене вы ее продаете? Мы квартиру ту продаем за 13 500, но покупали мы ее за 9. За 13 500? Однушку? Да. 13 500, ребята, 33 квадрата. 33 квадрата, 13 500. И это было вот в этом году, да? В прошлом году. В прошлом году, да? В конец 23-го года. И после чего вот мы стоим возле вот этого, знаешь, вот так вот. Человейники. Это потрясающе. Фильм ужасов, да, можно снимать. Кто-то это дико хейтит, что все, это не жизнь. Вы все дураки, это гетто, вас сюда всех сгоняют. И уже есть даже такие теории, что вот через 10 лет вам так здесь все аукнется. С другой стороны, ты заехал сюда пожив, вот 3 месяца. И я не столько не жалею. Да, вот ты не жалеешь. И ты сегодня нам расскажешь много плюсов. Но что вы покупаете здесь? По какой цене? Покупаем мы. Самое, что было удивительное, что мы покупаем эту квартиру за 14 200. Изначально, когда мы продавали старую квартиру, нам попался изначально некачественный риэлтор. Еще раз заметьте, ребят, лучше обращаться к проверенным реально людям. Потому что у нас риэлтор вообще от словом совсем не работал. То есть он нам продавал квартиру с учетом того, что вот эти все обстоятельства, повышение ставки и так далее, так далее, так далее. Мы тянули. Очень много тянули. И боялись, что мы не успеем просто забежать. Но мы успели в последний вагон забежать. Мы сидели в интернете, листали квартиры. И тут я попадаю. Корпус 1.1. 11 этаж. И я такой, опа. И получается так, что у нас ребенок родился 11 числа. И получается 11 этаж. Да, 1.1. И в итоге мы договариваемся о том, что на сайте УПК эта квартира стоила 16 500. Вот. Мы находим по, соответственно, по переуступке за 14 200. И самое, что было удивительное, что мы были вообще в шоке, что это оказались знакомые Самары. Знакомые моей жены, которые знают ее родителей. Ну смотри, 14 200 подводим итог квартиры. Первоначальный износ какой? 3 миллиона. 3 миллиона. 11 миллионов 200 тысяч вы берете в ипотеку. Под какую ставку? Под 5,8. 5,8. Итого на 30 лет. Классика. Все как положено. И какой платеж? Платеж мы сейчас платим 80 тысяч. А вот здесь почувствуете разницу. Была однокомнатная квартира 33 квадрата с маленькой кухонкой. А здесь высотка. Но полноценная двушка с большой кухней. Как она выглядит внутри? Давайте посмотрим и продолжим. Итак, друзья, мы подходим к дому. Собственно, башня и один подъезд. Правильно? Да. И в этом подъезде 33 этажа. В одном подъезде 512 квартир. Открывай. И здесь такие, знаете, нюансы есть. Вот, допустим, супруга твоя прокидывала фразу, проходи. Ну, проблема с лифтами. Ну, знаешь, первая мысль такая бывает. Ну, проблема с лифтами. Ну, понятно, что у вас один подъезд утром, когда все начинают выходить. Всего 4 кабины. Ну, конечно, очередь. Это понятно. Это здорово. Но есть нездоровский момент такой, как обрывались лифты у них. Представляешь? Возьмите, два. Стоять у этажа, едешь вниз такой. Ля-ля-ля-ля-ля. Это не в нашем корпусе. Это в соседнем корпусе как раз было. Кто-то ехал в лифте и, соответственно, лифт там с 12 провалился на 9 этаж. Причем резкое падение было такое. Но там ловушки стояли, сработали, им повезло. Наш этот корпус, то есть в нашем корпусе такой проблемы не было. Это единичный случай? Ты знаешь, ну, насколько я в чате читал, что как бы да. В 1-2 еще обнаружили мигранты там начали жить. Где, в лифте? Не, в квартире. А, в соседнем корпусе? Да, в соседнем корпусе люди. Причем ждали, у них задержка была. Они должны были заселяться в январе, получить ключи. У нас была задержка, мы в марте получили ключи, а не только в мае. А вот, собственно, это видео. И таких в интернете огромное количество. Ждут люди свои ключики. Потом приходят посмотреть, а почему нам не выдают ключи? Ведь дом давным-давно сдан. А там проживают люди. Кто разрешил, это уже отдельная история, надо в этом вопросе разбираться. Но вот просто сам факт. Ждете ключи, дом ваш стоит. Может быть, стоит сходить проверить, точно ли квартиру вашу доделывают, а не используют для проживания. Да, замечательно. Ну что, скажи, Дима, купи. Сейчас же из соседей. Ну, обычно в домах. Слушай, ну если вы здесь снимаете... Это не очень часто ломается. Когда делают очень часто пожарные сигнализации, где-то по часу сидеть во дворе, потому что верхний этаж. И эта сигнализация прямо в квартире у тебя. Ее надо выключать. А я не знаю, какие выключения. Ну ее там надо просто выключать лайфхаки. Слушайте, ну если вы, допустим, снимаете здесь квартиру, вам не нравится, а почему не стали вторичку, например, снимать? А я думала, что дороже. Дороже, да. Я просто нашла самую дешевую. Ну ладно, хорошего вам жизни. До свидания. До свидания. Ну вот тоже, видишь, все равно интересный момент. Вот человек снимает квартиру месяц. Прямой вопрос, купили бы, нахрен не нужна ваша квартирка. Ну здесь можно поспорить, да, наверное? Да, кому-то не нравится. Здесь я не согласен, совершенно не согласен. Есть наверняка квартиры получше, но вот сломался дарик. Едешь, езжу. Все нормально. Демонтирует. Пойдем. Так, ну смотри, это у нас система безопасности, она работает? Да, но она не работает. Парчу, как так? Потому что еще не приели управляющие компании, нам все то, что надо проголосовать. И он пока не работает. Он работает только на входной группе внизу, на первых этажах. А вот этот дом когда сдан? Дом вообще в январе должен был, но мы получили ключи в марте. В марте. Ну, короче, полгода как-то сдан. Да, где-то так, да. Да, где-то так вот. 16 квартир. Вообще полностью. Офигенно. А трешечки у нас находятся в том крыле. А здесь евро-двушки и студии. И однушки, все. Мало того, что здание высотное, так еще вот эти вот студии, однокомнатные, двухкомнатные квартиры, их большинство, соответственно, народу так вот в целом будет еще больше. Ну, пойдем в гости. Расскажешь, что было при получении. Конечно. Внимание, 48 квадратных метров. Вот площадь, так сперва звучит вроде бы маловато для двушки, но вы сейчас увидите все сами. Значит, ребята, купив квартиру за 14 миллионов 200 тысяч рублей, получают ее с готовой отделкой. Ну, понятное дело, что вот они, реалии жизни, нету возможности сейчас воткнуть сразу шкаф, поставить полноценную себе кухню. И мы вам показываем вот эту, я бы назвал ее, зарисовку из реальной жизни. Здесь должна быть прихожая, входная зона, шкафчики и так далее. Вот те самые обои, которые Владимир красил сам. Эту квартиру вы уже могли видеть в одном из выпусков, а именно эту планировку. С правой стороны у нас идет философская комната, она же туалет. Какие косяки были с квартирой, Владимир расскажет сейчас сам. Далее, мы проходим с вами в первую, так называемую, комнату-гостиную. И Володя сейчас у нас сидит на кухне. Вот здесь должна идти кухонная стена, тут это кухонный гарнитур, телевизор, диванчик, окна. Идем с вами дальше. У нас идет вторая комната, я имею в виду как санузел. Здесь у нас идет только ванна плюс постирочная зона. Стоит две машинки, стирка плюс сушка. Там лежит кот. Как зовут? Боря. Боря, это спит Боря, Боря черный. Боря может быть опасен, как бы это ни звучало, тем не менее. В общем, как сказал, так сказал. И далее нас встречают, собственно, две комнаты. Первая, где они сейчас и проживают в своей семье, подчеркиваю, ребенок маленький, ему буквально один годик. Вот диванчик, назовем вот так, матрасик, ложишься, плюс какая жирная комната. Но она угловая квартира, много света. У нас открывается вид на ту самую хорду, к примеру. Но в квартире тихо. Окошки закрыл, все, тишина. В данный момент день, казалось бы, рабочее время, как раз когда нужно делать ремонт и все сверлить, долбить. Будний день, тишина. То есть нету никого активных соседей, кто бы сейчас сверлил бы тебе в ухо перфоратором. Ну и что интересно, есть полноценно вторая комната. Здесь она пока используется, как, ну, называемая так, хламовая. Но в дальнейшем это будет полноценная комната ребенка. Все. То есть у ребенка есть, у родителей есть. Так еще и зал с кухней совмещенный, гостиная с кухней, кому как больше нравится. Виды из окна. Конечно, они здесь максимально спорные и смотря в какое окно посмотреть. Так, например, из детской и из спальни вы можете наблюдать промышленную зону. Эта промышленная зона, судя по всему, в дальнейшем попадет под карту развития территории. Все это нахрен снесут, и здесь появятся новые дома, ну и новые социальные объекты, которые входят в строительство той самой карты развития территорий. А если посмотреть из той же самой спальни и кухни уже в другую сторону, то вы увидите вполне чистенький, уютненький дворик, где будет бегать ваш ребенок. Далее видно, как строится детский сад, куда будет ходить, скорее всего, ваш ребенок. Ну мы так опять же сами мечтаем, летаем. В общем, все это как раз и есть те самые контрасты. Нравится, не нравится, здесь выводы делать только вам. 14 миллионов 200 тысяч рублей. При условии, что они свою предыдущую квартиру однокомнатную, 33 квадрата, продают за 13-1500, 700 тысяч занес, и переезжаю, вот тебе новая квартира. Собственно, вот это вот и ключевое. Народ голосует рублем. Новый дом, улучшенная планировка по отношению к советским домам. Есть минусы? Безусловно. Давайте о них сейчас и поговорим. Вы обратите внимание, какое количество автомобилей нас встречает во дворах этих новостроек. Тут как новые автомобили, так и автомобили с пробегом. Рынок живет, машины покупают, машины продают. И абсолютно у каждого человека возникает вопрос. Будь то новая машина или с пробегом при покупке, а точно ли она ни бита, ни крашена? Люди заказывают себе экспертов, которые приезжают, начинают осматривать их толщиномерами. Именно поэтому в описании к ролику вас ждет ссылочка на прибор от компании Корсис Толщиномер. Это профессиональное устройство, которое поможет вам самостоятельно проверить полностью кузов автомобиля и убедиться, что на нем нету двойных окрасов, что нету шпаклевки, что нету магнитной шпаклевки. Поможет вам получить ту самую заветную гарантию, что ваш автомобиль находится ровно в том состоянии, как его вам заявляет продавец. Ведь знакомая история. Нет-нет, ничего не делалось. А это что такое? Да это ерунда, подумаешь, всего лишь. Корсис Толщиномер производится на территории нашей страны. Его разработали ребята из Омска. В приборе идет огромное количество полезных фишек, с которыми вы можете ознакомиться детальнее по ссылочке в описании. Покупайте смело, это действительно крутейшее устройство. Если вдруг вы занимаетесь автомобилями и у вас его нету, самое время приобрести. Корсис Толщиномер ждет вас. Ребята, в принципе все знакомо, все стандарты, потому что это пиковская застройка, типичные дома, но тем не менее у них бывают там отличия, некоторые где-то там дворы по-разному делают. Вот расскажи нам, что тебя прямо здесь подкупает из серии того, что ты можешь сказать, вот здесь это прямо круто. Что ты можешь похвалить? Во-первых, я хочу похвалить о том, что здесь есть вся необходимая инфраструктура. По крайней мере, вот с нашей стороны, с левой стороны, здесь строится сад, садик. Соответственно, дальше находятся все продуктовые магазины. У нас в корпусе тоже магазин, что, естественно, является плюсом, потому что никуда ходить не надо и далеко. Даже с учетом того, что мы пользуемся в основном доставкой, ну, иногда все-таки надо ножками все-таки ходить, да, как многие все врачи рекомендуют, 15 тысяч шагов, как минимум, а то и больше. Если сейчас посмотреть карту Москвы и как это все застраивается, то парков у нас и зеленых зон очень-очень мало. Хочется больше свежего воздуха. Да, я понимаю, что это заповедная зона, скажем так, да, она не как парк Сокольники, да, где выше у тебя все есть под боком, да. Здесь такие тропы, извините меня, лосиные, да, но она выигрывает, потому что 80% земли здесь занято именно зеленой зоной. Дремучим лесом. Да, и это плюс, я считаю, что плюс, потому что многие люди покупают, я хочу себе квартиру там на Арбате, они живут на Арбате, но там нету ни парков, ничего нету, ни посмотреть ни на животных, ни сводить ребенка куда-то там, имеется в виду в парковую зону отдохнуть, а здесь это как бы все есть, вот. И это существенный большой плюс, который, наверное, убивает все остальные минусы. Очень нравится транспортная доступность, да, с учетом того, что, к сожалению, сейчас реконструируют хорду, и до метро, допустим, очень проблематично идти, это небезопасно, скажем так, но на трамвай сел и 10 минут, это уже у метро. А так если, когда ее доделают, сколько пешком идти до метро? Я думаю, что тут порядка 10-15 минут. Тем не менее, свой автомобиль, вот, мы снимаем сегодня вторник, время 11 часов 5 минут, все нахрен заставлено тачками. И даже там, где специально отведенные места для инвалидов, машины стоят всех. И это, с одной стороны, нормально, потому что, ну а куда? Люди говорят, а куда нам ставить? А куда ставить машины? Отсюда вопрос, где у вас подземный паркинг, есть у кого-то? У нас нету подземного парка, но можно арендовать помещение в других ЖК, скажем так. В чужом? Да, в чужом, соответственно. Окей, а какие-то специализированные места, крытый паркинг, уличный, что-то все есть? У нас обещают строить по проекту надземный паркинг, но когда он будет тоже, я в этом не владея, как бы такой информацией не могу сказать. У меня была машина, но сейчас я машиной не пользуюсь, и я рад, что я ей не пользуюсь. Конечно. Смотрите, вот она мечта для многих, кто живет на вторичке, что здесь ты заходишь, и у тебя забор. Забор, закрытая территория, чтобы никто не мог тебе посторонне пройти. И детей это тоже потрясающая вещь, когда у тебя закрытый двор. А вот так вот, когда, например, на дворе сидит, вон, товарищ, у него полтора литра пива крепкого, сишку покуривает, так можно? Видимо, так можно. Вот это интересно архитектурное решение. Вот ты видел, да? По бокам. Влево-вправо, влево-вправо. Это как вообще понять? Я вообще не знаю, как они это делали. Это угловое остекление еще, к тому же. Я вообще не знаю. И если видно, да, то есть окна у кого-то, видите, она потемнее, у кого-то как-то посветлее. Ну, давай делать с тобой микс. Смотри, с одной стороны, ну, жирный плюс, правильно? Заходя сюда, ну, друзья, я вот, вы прекрасно знаете, я живу на вторичке, но я не могу сказать то, что двор какой-то плохой. Но смотрите, он, в принципе, просторный. Он просматриваемый. Ты вышел, ты видишь, где бегает твой ребенок. Да, видеокамер есть, видеонаблюдение есть, это все. Столики, детские площадки, велосипеды, это действительно современный двор. Но у этого всего есть и минусы. Так, например, покупая новую квартиру, ты хочешь иметь новую квартиру, где у тебя нет никаких проблем. Конечно. А вот как раз такие проблемы многим интересней больше всего. Чего нам эта чистая, красивая площадочка? Ты покажи, с чем люди столкнулись, на что они посетовать могут. Ну вот, представляете себя на месте главного героя. Врачи купили квартиру, платят ипотеку. Денег на переделки, на мгновенный хороший ремонт, на покупку, хорошие мебели и так далее, и так далее, ну нету. И важный момент. Люди покупают квартиру, готовую с отделкой, которую рекламируют, как «Заезжай и живи». Ну вот давайте посмотрим просто и послушаем, с чем они столкнулись. Я тебя прямо прошу, будь добр, покажи нам те минусы, с которыми ты столкнулся пальцем. Вот квартира начинается. С чего было первое? Значит, первый минус, значит, здесь дуло. Если открываешь входную дверь, точнее окно открываешь, здесь такое впечатление, что эта дверь просто вылетает отсюда, просто шумело дико, спать было невозможно, а с учетом того, что когда было тепло, то есть даже жара была, мы открывали окно и здесь такой фон. Сквозняк. Да, причем мы сначала думали, от чего это, оказалось, что это дверь, просто надо запенить дверь нормально. Щели. Да, щели, да. Ну я тебе вот сейчас щиток покажу. Вот. Так, другой ключик. Вот тоже, зачем придумали ключики? Разные. И вот он, щиток. Это как раз, вот, скажем так, коммуникация, относящаяся к твоей квартире на случай... Вот это действительно удобно, когда тебя дома нет, а что-то полилось, что может любой сосед подойти и перекрыть. Да, конечно. Мне нравится еще, что сюда можно поставить Нептун, который перекроет воду, когда ты уехал в отпуск, и чтобы не было протечки, это считается плюсом, большим плюсом. И как бы есть все необходимые кнопочки понажимать и узнать, какой у тебя ввод. Горячая вода идет на отопление, какой у тебя ввод. Ну то есть, по нему можно даже определить, какая у тебя там, скажем, температура комфортная у тебя или нет. Из минусов, опять же, как они вот так это все показывают. Делали, я вот не знаю, криво как-то все. Почему сделали все криво? А ты имеешь в виду то, что да, вот так вот. почему нету единообразия, не знаю, какого-то, да. Вот. И главное, что там наверху, да, но я потом, наверное, стульчик возьму и покажу вам. Они не доделали там, извините меня, до конца, до стены не довели, извините меня, вот этот короб. Ну, как так можно было строить? Я не знаю, короб этот не довести. Дико не работала вытяжка, у ребят, вот здесь есть кранчик такой, но мне надо, соответственно, ниже идти, этажом, чтобы его повернуть. Вот. И тогда будет, ну, то есть, вытяжка будет работать в квартире, или как-то так нам мастер это сказал, потому что вытяжки у нас вообще вытяжка не работала, скажем так. А об этом, на это много кто жалуется? Да, многие, кто говорили, что вытяжки нет. Вот, друзья, смотрите, просто прикол вам. Это, знаете, к слову о том, что я все время говорю, сейчас уже надо книгу создавать, не только, как жить в новом доме, а вообще, как жить в городе, в обществе, когда ты выхожешь, как себя надо вести. Вот, простые вещи, ты можешь на такую панику тоже поднимать. Вот, вытяжка нет, оказывается, что-то нужно покрутить. Что-то есть, да, и о чем мы как бы не знали вообще. Я считаю, что было бы вообще неплохо даже хотя бы вешать все какие-то таблички бы подписывать, что это дверца для вытяжки. И краткая инструкция, что, чего, как это работает. По идее, должен быть, ну, шкаф, да? Как можно было сделать? Так, это глубиной у меня шкаф должен быть 23 сантиметра, что ли? Что-то туда поместится. Чтобы он не перекрыл вытяжку. Да, причем они говорят, что вытяжку нельзя перекрывать. То есть, получается, мне вытяжку надо самому теперь куда-то перебазировать, потому что здесь 23 сантиметра получается. У меня шкаф 23 сантиметра глубиной. Ну, а может быть, тебе просто не нужно делать шкаф в потолок? Вот, в том-то и прикол. Ну, хорошо, я не буду делать потолок, но тогда это будет некрасиво. Я считаю, что надо делать потолок, потому что это очень красиво. И пыль там не собирается такая вот прямо ее не видно. Недоработка получается? Да, получается недоработка, потому что у других ребят, там выше я смотрел, у них она располагается чуть-чуть дальше. То есть, это не у всех? Ну, у всех. Кому как повезет. Тут даже с горшками, извините меня, кому как повезет. У кого-то, вот, пойдем в туалет, наверное, покажу сразу. Пойдемте, да, давайте. Короче, вот, заход. Кому-то, кому-то везет, у кого-то инсталляция, скажем так, как у нас, а у кого-то просто горшок и со всеми его подобающими. Здесь инсталляция. Вот. Вот этот лючок, снимай лючок. Лючок уже делают, наверное, раза третьего, четвертый. То есть, видно, что он кривой, они его никак не могут сделать ровно. Вот как так-то, я не знаю. Вот. Потом аспект, даже вот здесь, вот на стенке, видно, было еще больше. Вот как, это все идет с завода, сантехкабина, поставляется вот такой, да. Это готовый, да, вариант? готовый вариант, втыкает, и он видно, что он кривой. Понятное дело, что я тут замазал маркером перманентным, и все, как бы, да, потом воду открываешь, когда воду с крана открываешь, вода выплескивается отсюда, потому что надо бидон, ну, то есть, больше, раковина должна быть больше. Вот, в любом случае, она должна быть больше. До сих пор мне остается догадкой, вот это, что это такое, и что тут можно увидеть, я тоже не понимаю, то ли вытяжку, наверное, посмотреть, то есть, для чего, это тоже, мне непонятно. Вот. То есть, видишь, непонятно, я к тому и веду, что сейчас, допустим, застройщик посмотрит, скажет, ну, как непонятно, это для этого, ребят, я про что и говорю, доступ к кому-то прописывать, люди не понимают, как пользоваться домами, им прямо надо вручать книги, прежде чем, знаешь, давать ключи, коротенький, приятный экзамен, тебе вопросы, и ты отвечаешь, что, где находится. Дым улавливать, да, он будет орать, если дым, то есть, он будет пищать, соответственно. Я в квартире выключил, потому что это дико орет, конечно, когда у тебя в квартире это орет, и маленький ребенок, я ее выключил. Просто открутил, там, один болтик, и все. Но, вся основная система, она работает, также продолжает, то есть, я не сделал ничего такого, криминального, скажем так, или что-то, не, скажем так, не, скажем так, опасного, да, то есть, я просто открутил в своей квартире просто проводочек, чтобы он, соответственно, мне не орал вот здесь вот, в квартире. Вот. Давай про окна. Получается, это те самые окна, которые у вас... Которые вечные, которые вечные проблемы. В окнах вечные проблемы. Наверное, вот здесь сразу видно, вот. Показывай. Вот здесь, наверное, сразу видно, да, то есть, вот, отсюда продувает, в том числе, и отсюда, как она там делает, как она там живет своей жизнью, Потом, наверное, хочу показать еще Приходили ремонтники когда И делали нам Знаешь, ответ такой Мы по окнам все сделали Но больше мы вам ничего не сделали И смотрите, какой Ладно, резинки я сам здесь сделал, да Но я тебе хочу просто показать Вот на этом окне, наверное, вот здесь будет Смотрите, что они нам предлагают Вот здесь, чтобы зимой тебе не продувало Вот здесь мы такую штуку тебе повесим И это такой лайфхак, понимаешь Чтобы тебе не задувало Понимаешь, потому что дует со всех сторон И где-то можно даже пену увидеть Вот она, пена Просили там запенить До этого что, было сложно это сделать Когда начало оттуда дуть Отсюда дует И вот сейчас там нанесли большое количество пены Слушай, вот тоже еще интересно Смотри, как сделана планировка квартиры Что вот у тебя кухня То есть условно ты полноценно окном пользоваться не можешь То есть вот Да, надо холодильник отодвигать Надо что-то тут Хотя по-хорошему окно, ну к примеру Могли бы сместить туда В том-то и аспект У кого-то, да даже у меня у друга Максима Большой привет ему передаю У него даже планировка такая Что можно в этот окно сдвинуть отсюда И туда полноценно влезает холодильник А здесь, чтобы холодильник поставить Видишь, он сжирает стену И сразу упирается в подоконник И от стены до подоконника 44 сантиметра Как же туда? Особенно для перфекционистов Для вас это вообще был бы страх Далее идем У тебя получилась такая картина В силу того, что квартира у тебя угловая Вот покажи, где у тебя там Что протекало, откуда у тебя пошло Вот здесь, слава богу Ну, я фотографии приложу Было вообще не запенено То есть вот здесь вывод идет под кондиционер А, под потолком утяжным Да, под потолком идет И, соответственно, он вот сюда вот идет Выходит вот сюда Здесь пустота Там пустота Ни пена, ничего Просто шланги И такие вот щели Хорошие щели со стороны улицы Вот И ты это не заметишь Понимаешь, ты этого вообще не заметишь Вся проблема упиралась Вот как раз вся проблема, которая вот здесь Она упиралась в акте комиссионного осмотра Сначала это было отопление Это как раз комиссию, когда ты вызываешь Здесь сначала было проблемами, замечание Это, соответственно, гарантийный случай Там, отопление Отопление мы разобрались Потом второй аспект Кухня, да, то есть смотрим Оконный блок, инфильтрация уличного воздуха По периметру и понеслось Вторая проблема Я заехал, я хочу жить А не хочу исправлять вот эти вот косяки У меня нету денег, извините меня На все здесь переделать, да С учетом того, что здесь очень-очень, ребят Хочу займите аспект Отопление идет По плентусам Вот здесь Офигай себе Мне главное детскую ты мне сделай И хворожек вон там И главное детскую Это мне детская там? Да, да, главное там ее сделать Это методика И далеко ходить, наверное, не надо Взять просто посмотреть Сколько это Сантиметров Пять Минимум Вот И в длину То есть, когда будете заказывать шкаф Надо его подрезать Ну, либо что-то придумывать Вот здесь Мне просто поражает В кухне Зачем мне вот здесь Отопление Вот здесь Они что, не могли его сбоку Запустить Вот здесь вот А она идет через всю кухню То есть У кого-то У меня У друзей Нету там отопления То есть все нормально Сделать А у меня дополнительная опасность Когда фасад будешь ставить Когда будешь кухню демонтировать Я впервые слышу Что отопление по потолку Обычно в стяжке Как бы Это тоже безопасно Ну, как многие говорят Есть свои плюсы Есть минусы Здесь, как бы Если потечет Увидел, заметил Победил Да, в стяжке Ты можешь не увидеть Когда там вообще все зальет В угловое окно Здесь таких проблем Явных не было Когда мы сняли потолок Здесь потолочник Прям с угла Причем это разные люди делают Меня прям поражает Отделка это отделка Потолочники это потолочники В один момент Как бы в один присест Как бы Чтоб пришел и этот И этот Бывает редко Но бывает Вот И окончики опять Почему нельзя То есть записываться Ребята Я могу сказать так сразу Записи это целые круги ада Постоянно записываться Постоянно Тридцать три раза Они к тебе приходят Тридцать три раза Они тебе Что-то не исправляют Даже вот опять же А застройщики Ничего не меняли Вот здесь наверное Ну по цвету Наверное не будет видно Вмяти Ну ладно Бог с ним Это я прикапываюсь Вот здесь вот Видно монтажная пена Соты погнутые Ладно Это Это уже короче Типа мелочи Да Новая квартира Новая квартира И вот такие вот вещи Ладно Бог с ними Закрываем на это глаза Но я никогда не закрою глаза По поводу того Что дует с окна И никогда не закрою глаза На то что Извините Через фасад вода попала На подвесной потолок Ну вот ты мне вот это расскажешь Смотри Попадала вода с улицы Через фасад Да Она у тебя пошла По натяжному потолку По подвесному потолку Соответственно Далее плесень у тебя пошла Да И как вы этот вопрос решили Мы решили Написали Жалобу Соответственно Они нам ответили Что это гарантийный случай Но я говорю Ребят Вы могли предотвратить Вот это вот Причем что заявка была Уже давно От 6 мая А потолочник Нам по-моему 27 пришел Мая Потолочник Притом Мы могли выиграть Эту ситуацию Они должны были Сработать на опережение Когда вот эти все Косяки обнаружились Да Продувание Продувание И требуется Извините меня Со стороны фасада То есть пенить Они могли это сделать Но они этого не сделали И поэтому Из этой проблемы Вылилась вот эта проблема Еще одна Короче что ты сделал Он тебе его снял Протер Запенил Запенил Но опять же Это не выход пена С учетом того Что когда Если будут морозы Насколько я понял Ребята говорят Что эта вся пена Просто треснет И можно будет Опять все это выкинуть Туда должны заливать Какой-то специальный раствор Что-то делать Но мы были в шоке Конечно С потолочником Когда мы сняли потолок Мы были реально в шоке Как там можно было Это все Ну я просто У меня просто В голове не укладывается Как там Можно было на косяч Но там дом дал усадку И трещины даже И трещины мы замазывали Извините меня Постелину По факту По факту монтажный пен Это ответ на все Замена ламината Три раза нам приходили ламинат Менять где-то там косяки Где-то скола Я уже где-то закрыл на это глаза Потому что у них один ответ Герметик Как раз по цвету Герметиком сделаем Все Будет ровненько Все аккуратненько Все четенько Все Потому что Три коробки Вот даже видео есть О том Что они достают мне Три коробки Новые И там везде на ламинате Трещины Сколы От дырки И так далее Я уже плюнул Сказал Пускай будет такой Видите как бывает Угловое стекле Круто Здорово Это Круто Здорово Но много Трещинков тоже Опять же Здесь уже все замазано Но вот здесь Наверное Вот здесь будет видно Уже трещина Вот она идет Вот здесь вот была плесень Под обоинами Снимал Здесь Соответственно Обои Сушил Знаешь как сушится Феном Или беру Обогреватель Вон тот Ставлю его на стремянку И вперед с песней Больше никак А как еще Хочу еще добавить Что все вот эти новостройки Особенно вот подобного рода Это всегда для многих Инвестпроект И этот выпуск Отчасти мог бы даже Не состояться Потому что Ну давай так Подсвечу эту ситуацию Когда я тебе Предложил снять Ну ты написал Я согласился В чате Ты делал Публикаешь Ребят Может кто-то хочет Проверить участие Всегда всплывают Эти соседи Любимые Так называем В кавычках Которые скорее всего Здесь даже не живут А зачем Не надо Не надо Вы сейчас расскажете Про проблемы Нашего ЖК Кому ж мы потом Это продадим То есть у людей Изначально в голове Какой умысел Деньги Мы заработаем Свинью кому-то подкинем А тут уже пусть сам Я считаю так Что на каждую квартиру Найдется свой покупатель С учетом того Что мы продавали И мы нашли И я думаю Что на каждую На каждую квартиру Здесь Даже как бы Ее там не говорили Что она плохая Хорошая Найдется свой Покупатель Всему свое время Ну и в тот же момент Друзья Не забывайте То что мы все С вами живем в обществе И нельзя так поступать То что вы купили себе Квартиру подешевле С целью перепродать ее И потом вы начинаете Про наше ЖК Нужно только хорошее Только хорошее Инфополе должно быть Только позитивное Плохое нам надо Потому что надо продать будет Вот а ему здесь жить надо И у него здесь ипотека На 30 лет Ему надо решать свои вопросы И он хочет Чтобы его тоже услышали Потому что у него ребенок Вот так же У многих здесь дети растут Что это за фигня Но это тоже несправедливо Согласитесь Конечно Много чего застройщик делает Оделочники много чего делают А много того Что они по факту не делают Это прям правда Вот у тебя косяков столько-то Но половина из них Они не справляют У нас во всех комнатах Почти мятые Как раз Кожухи радиаторов Отопления Они их не меняют Они говорят Нету на складе У нас тогда была проблема С дверью Они говорят У нас двери на складе нету Окно у нас было Трещина Они нас сморожили Раза три У нас ключ от склада потеряли Короче Нету доступа к складу И мы не можем вам принести Новое окно И вот это вот Постоянно надо Перезаписываться На устранение Вот этих вот Существенных недостатков Да Хочу обратить Тоже момент Вот здесь Крепление пожарное Она у нас Изначально Была на саморезах Не на специальном Креплении А на саморезах Горе от ума Называется Посадили на саморезах Пожалуйста Я подниму То есть Представляешь Тебе нужен доступ Скажем так Вот К этой К пожарной К датчику дыма Тебе нужен доступ Соответственно Вот видно Здесь специальное крепление Соответственно Она защелкивается Вот так Очень удобно людям Особенно Если ты взрослый человек Допустим Тебе Не надо Вот эти танцы С бубнами делать А здесь были На саморезах То есть Чтоб я его вытащил Мне пришлось Его чуть ли не сломать Чуть ли у него Так вот выдирать А должны Специальные крепления Они не ставили Эти крепления Я их долбал Долбал В итоге Поменяли крепление Но как так Можно было сделать Надо делать для людей Чтобы ты У нас была Отвратительная приемка При том что Я бы лучше Принял квартиру Вот я понимаю Чтобы я увидел Больше косяков Чем нежели Увидел этот приемщик У нас был Приемщик Можно там Сказать Вестэксперт Были приемщики Отвратительная Приемщика Ни лазерного луча Не было Ни Извините Ни тепловизора Это было Отвратительно А всем Я говорил Даже в чате Говорил Спецновострой Все нам говорили Что лучше у них Там брать Заказывать Ну я имею ввиду По опыту Ребята Все кто у них заказывал Все довольны Мы заказали Вестэксперт Я совершенно остался Недоволен Потому что Не проверили Должным образом Вообще Ни тепловизора Ничего не было Ну а чего же Греха таять А потом Если бы приемщик Был качественный Опять же Хочется сделать Хочется сделать акцент На том Что если бы приемщик Был качественный Он бы увидел Все эти продувания Тепловизором Тем более Был март Еще было холодно Можно было провести И все бы хорошенько Посмотрел бы Не было бы проблем Но потом Выяснилась проблема Стена кривая Это кривая Он там указал Ну я тоже От балды Могу указать Что извините меня Стена И он пришел Извините меня С линейкой такой Не лазерный луч Да с палкой Вот так палку поставил Поставил Все готово Все замечательно Ну товарищ Он тебе заключение Сказал Что типа норм Да Типа все нормально Ну да Косяки есть Как бы и все Но они везде Да они везде Как бы есть Но с учетом того Что извините В процессе эксплуатации Ты понимаешь Что их гораздо больше И тот кто Соответственно С кем ты принимал квартиру Ты понимаешь Ну отратительным Я регулярно читаю Комментарии к выпускам И зачастую Все что связано С позитивом Для некоторых Равно реклама Все что связано С негативом Это Тру Это правда Это по-настоящему Но вот здесь Я хочу сделать Такое тонкое Но важное наблюдение Несмотря на все Те косяки Которые озвучивает Владимир В его квартире Я у него спрашиваю Ну в целом Пожалел наверное О покупке Нет Что он отвечает Нет Что жена Его отвечает Нет Безусловно Когда мы жили На вторичке В однокомнатной квартире Мы жили на седьмом этаже Там были два маленьких Пассажирских лифта И не каждая коляска Совершенно туда умещалась Плюс ко всему Когда спускались мы С подъезда На улицу Там достаточно большое количество Было ступенек И мне пришлось Поднимать и коляску Ребенка Чтобы выйти Из подъезда Это первый момент Здесь очень удобно То что здесь нет Ни ступенек Ни пандусов Ничего Здесь прямой вход То есть И между дверьми Соответственно Большое расстояние Удобно Заезжать с коляской Второй момент Конечно Вот у нас ребенок Уже такого возраста Что она Активно двигается Мне очень нравится Что здесь огороженная территория Без машин Это очень Прям Меня подкупает Потому что Ну Здесь не страшно То есть Кто-то где-то поедет Или еще что-то То есть Как бы максимум Ты смотришь Чтобы просто другие дети Никак не травмировали И все Потому что Вот мы иногда гуляем Вот сиреневый парк Рядом стоит Там хорошие детские площадки Разноцветные Разные Но они открытые Вот И это В общем-то Чувствуется В принципе Очень удобно Жалко Что у нас нет колясочных Потому что Все-таки Они не Подразумеваются В нашем Как бы Жилом комплексе Я единственное Вот хочу сказать Вот что Когда мы жили Во вторичном рынке Конечно У нас был Ведомственный дом В Сокольниках Были в основе Свои возрастные соседи Которые уже укоренелые Которым Вот все твои Ноу-хау Твои ремонт И так далее Давался очень сложно С большими жалобами И так далее Там конечно Слышимость была Нулевая Потому что Там дома Я не знаю Там стена Наверное метра два Была толщиной Ну старый дом Вот Здесь Соответственно Что хочу сказать Когда нас спрашивают Почему вы Сокольников Переехали в метрогородок Я отвечаю Если в ближайшие лет 10-15 Вы не собираетесь Тут никуда Съезжать И делаете Для себя И в пиках Можно хорошо жить Потому что Важно не забывать Возвращаясь к началу Выпуска С чем сравнивать Где они жили до Что там были за соседи Что они получают Сегодня здесь Другая ставка Больше площадь Комфортнее квартира Но вот те минусы С которыми они столкнулись Это некая лотерея Мы уже снимали Подобные дома И там люди ходят Рассказывают Что у нас все классно Отсюда просто вопрос К строителям К прорабам Ну как так получается Почему вы не стараетесь Но это уже отдельная Отдельная история Гуляя по дому Вон ему там Несколько месяцев Можно сказать Как люди заселяться Начинают Еще полностью Этот дом не заселен Уже что-то отваливается Разваливается Акцент хочу сделать Специально для застройщика Ребята Вы обучайте людей Как им вообще Домами пользоваться Вот на лестничной клетке Есть различные указатели Которые обозначают Там сбор людей При аварийной ситуации Многие не знают Что эти картинки Вообще значат Что означает Эта кнопка Для чего нужна Вот эта вот шахта Открывается На случай пожара Отсюда должна Вытягиваться Отсюда должен Вытягиваться дым Задымление То есть На крыше Как правило Стоят мощные Моторы Насосы И грубо говоря Тебе просто Вытяжка пошла Наверх Вот это все Дело должно уходить Это на самом деле Я узнал В советских домах Такое было В некоторых Не типовых А в некоторых Поэтому людей Стоит обучать Давайте сделаем Еще пару блоков И будем заканчивать И вот покажи Просто вверх Вот высотность Да Домов Они реально Высотные Очень много квартир Много детей Здесь однозначно Будет жить Ты выходишь Во двор Погулять С ребенком И что тебя здесь встречает Вот качель Одна Единственная Вот такая На весь двор Вот ты думаешь В хорошую погоду Когда дом Будет заселен Не будет ли Здесь драка За эту качель Есть дети Которые сели Там 20 секунд Покачали Все Хорош Побежал А есть те Кто любят Минуту 2-5-10 Я подчеркиваю Минуту 2-5-10 Никаких там 15 минут Поваляться На качельке Вообще забудь И то же самое Далее Один батут Одна горочка Здорово Конечно Выглядит все это Очень классно Но с точки зрения Практичности И с точки зрения Того чтобы не было Вот этой дележки Одной вещи Ну я не знаю Это конечно Очень сомнительно Ну вот есть тренажерка Небольшая Конечно на нее Естественно народу Будет с нами меньше Но тем не менее Она есть Это уже как-то попроще Поэтому все довольно таки Спорно Но тем не менее Визуально Вот тебе Что ты скажешь Сам Вот ты как человек Который переехал Мне просто нравится Вот сам по себе Дом Как бы нравится Да Но вот это вот Вот это вот Мне напоминает больницу Как приемный покой Да Он там скоро останавливается Да Да Как приемный покой Какой-то Да Тоже хочется Какой-то Вот я не знаю Какого-то прекрасного Конечно Уюта Да Уюта Они продуцируют Говорят что это Как бизнес Класс И так далее Но мне Он сам по себе Не очень нравится Вот честно говоря За 3 месяца Я так понимаю Давайте посмотрим Ну ты ему просто вскрой Скажи да Сколько цена Беспальше Просто Беспальше 14595 рублей 80 Это за какой период Это Нам не считали Горячую Холодную воду На протяжении Трех месяцев Вот за 3 месяца Это пришло То есть грубо говоря Делим на 3 И это цена в месяц То есть 5000 рублей В месяц Должно было быть У нас обслужение МОПа 2,5 тысячи Отдельно идет Да Зачем МОП считается За 1 квадрат Сколько-то рублей Не знаю Ну это Отвратительно То есть грубо говоря Смотри 5 плюс 2,5 7500 за квартиру Твою Да Пока Да Как она будет меняться Она будет меняться С учетом того Что мы должны Поголосовать Вот это Соответственно Управляющую компанию Выбрать И у них там Свои Тарифы Дополнительные Сверх к этому Вов Ну давай с тобой Обсудим такой момент Важный Вот смотри Ты заходишь В покупку Этой квартиры С 3 миллионами рублей Да Вот на сегодняшний день Сколько у тебя получается Долг? Знаешь Еще осталось Платить 11 миллионов 11 миллионов И 29 лет И сколько там месяцев Да Отсюда вопрос Вот ты работаешь врачом Жена твоя работает врачом Ты можешь вообще Какую-то вот просто Вилку дать Плюс-минус Сколько на сегодняшний день Можно зарабатывать Врачом Терапевтом В Москве Все в зависимости От того Где ты работаешь И как ты работаешь На ставку ли ты работаешь Или на полторы ставки У меня Жена работает На полторы ставки Грубо говоря И я стараюсь То на ставку Кто на полторы И у нас Общий доход Семейный Порядка 300 тысяч Получается Может быть даже 200-270-250 Вот на двоих Вот у нас Вдвоем Выходит Вот такая вот Грубо говоря Зарплата Но с учетом Да Мы изматывались И нам Нам очень хорошо Платили Доплаты были И все Потом ковид Закончился Все Деньги закончились Все Мы перестали Как бы Нужным быть Мы в пандемии Были нужны Ну понятно Да Кстати Огромное спасибо Слушай Скажи мне пожалуйста Если сегодня Ты прям будешь Я не знаю Работать ударными Темпами Я не знаю Шесть дней В неделю Такое вообще Возможно Ну вообще По законодательству Столько ты не проработаешь Потому что Законодательство Столько не допустит Работать Каждый день Скажем так Но Если ты с кем-то Поменяешься То можно Работать Так Там Чередовать Но у меня Вот выходит Там У меня бывают Большие перерывы Между работой У жены Бывают большие Перерывы Между работой Чтобы мы успевали Мы Понимаешь Здесь ситуация В чем сложность Сложность в том Что у нас маленький Ребенок У нас нету Поддержки От мам Пап Потому что Они далеко И приезжают они сюда Повидать внучку Привет Пока И все В основном Мы крутимся с женой То есть Жена приходит суток Я Соответственно Занимаюсь ребенком Вот Потом наоборот То есть Я ухожу на сутки Жена берет Во владение Ребенка И занимается ребенком То есть Мы чередуемся Я рад тому Что я вообще Попал как бы в медицину Да Говорят что Нищенские зарплаты И так далее И так далее Но С учетом Вообще всех обстоятельств Я обожаю свою работу Как и жена Обожает свою работу Нам хочется Много Новых методик Попробовать Да Нам не дают Развиваться В плане того Что Какие-то камни Нам ставят На исследование Деньги не выделяют Да То есть Либо ты посвящаешься Науке Либо ты полностью Отдаешь себя Работой Но я считаю Что надо Науку Тоже заниматься Наукой Но если я буду Одной наукой Заниматься Я много денег Не заработаю Фраза Которую я частенько Употребляю Народ Голосует Рублем И здесь Начинается Некая Кульминация В телеграме Канала В который я вас Без конца Приглашаю Подписаться Я делал Опрос Сколько вы Зарабатываете Вот просто Плюс-минус Какой у вас Ваш ежемесячный Доход Вот такая Таблица У нас получается 86% Опрошенных Озвучили Суммы До 300 тысяч Рублей Разбивка Большая Можете зайти В телеграм Посмотреть Ссылка Первая В закрепленном Комментарии И вот здесь Как раз Самый лучший Ответ На вопрос Да кому Они нужны Эти новостройки Кто их будет Покупать Зачем Вы их берете Вот попробуйте Вот так вот Спокойно Объяснить Людям Которые живут Растет ребенок Ему нужно Отдельное Пространство Отдельная Комната Купить Квартиру На вторичке Большей Площади Совсем Другая Ставка По ипотеке Будет Точно Так же Нужно Будет Делать Ремонт Ты Отдашь Больше Денег У тебя Больше Будет Платеж А здесь Люди Платили Вот Цифра В цифру 82 1200 Рублей Живя На вторичке Переезжают В новострой 70 тысяч Платеж Встал За счет Того Что ставка Ниже Новое Жилье Комфорт Неудобнее Есть свои Жирные Плюсы С которыми Невозможно Спорить Но есть Как мы показали Сегодня Жирные Минусы Их Огромное Количество Мы еще Дальше Будем снимать Все это Детальнее Детальнее Разбирать Поэтому Подпишитесь На канал Чтобы не Выпускать Эти выпуски Отдельное Обращение К застройщику От Владимира Попросил Передать Ребята Очень он просит Вас услышать Его проблему И решить С этими Протечками С плесенью Он опять Сделал Обращение На что ему Ответили Ждите Вновь 45 дней Получите Ответ Ну два Врача Живут Ребенок Маленький Ну люди Переживают Ну неужели Для вас Это такая Большая Проблема Чтобы И решить Ее Если есть Возможность Пожалуйста Ускорите Вопрос Люди Очень сильно Вас об этом Просят И вот Когда человек С деньгами Встает Перед выбором Что покупать Его Комментарии Серии Да говно Этот ваш Новострой Жизни Никак не Помогут И он Понимает Что вот Здесь Есть Так называемое Доступное Жилье Новое Доступное Жилье Друзья Дальше Продолжать Смысла Не вижу Вот прям Картину Общую Вам показали То есть В голове У вас Картинка Сложилась Мысль Вам Ясна Я Приглашаю Всех Вас В комментарии Высказать Ваше мнение Сказать Что бы Вы купили Себе Особенно Ответьте Мне На такой Вопрос Ладно Взрослые Люди У кого Уже Что-то Есть Продать Доплатить Взять Ипотеку А молодежь Те Кто Сейчас Выходят С университетов Кто Начинает Свою Жизнь Взрослая И как Говорится Без мам Без пап Это Сколько Нужно Сегодня Зарабатывать Чтобы Человек Смог Себя Хотя В перспективе 10 12 15 Лет Обеспечить Жильем Машиной Одеться Обуться Отдохнуть Слетать Ведь Жить-то Хотят Телефоны Люди Хотят Компьютеры Почему Потому что У них Этого Еще Пока Что Нет Им Это Нужно Зарабатывать Вот Это Интересно Послушать Так Как Мнения Разнятся И Некоторые Считают Что Сегодня Нужно Зарабатывать Минимум 1 Миллион Рублей В месяц Чтобы Быть Довольным Как Вам До новых Встреч Пока Пока